Всем привет! Сегодня будет такой мини-обзор вот такой вот красотки под названием ASUS TRIX R9 380X и плюс тестирование в новых и современных играх. Посмотрим на что же способна одна из, на мой взгляд, выгодных и более-менее доступных видеокарт. Я правда считаю, что эта карта очень достойная. Именно модель R9 380X и это, наверное, оптимальный вариант для тех, кому 950-960 маловато, а на 970-ю нет денег. И это, наверное, оптимальный выбор для тех, кто хочет играть во все современные игры на максимальных настройках в разрешении Full HD. И чтобы вы немного сориентировались в ценах, 950-я нормальная начинается примерно от 12 тысяч рублей, а 970-я от 25-ти, от 24 тысяч. Так что этот 380X получается, ну, как раз где-то посередине. Если кого интересует, R9 380 обычная, стоит где-то около 16 и разница получается в 4 тысячи рублей. Но разница по производительности между 380 и 380X тоже довольно ощутима и иногда достигает там 6-8 кадров в разных играх. Ну и плюс ко всему, прямых аналогов у Nvidia по производительности этой карте я считаю нет. Так что приступим к обзору, но для начала небольшая рекламная пауза. Всем, кто занимается телекоммуникациями или средствами связи, хотел бы порекомендовать компанию Maltima Telecom. Если хотите работать с самыми современными и технологичными штуками, все новинки у них. И сам товар, и обзоры на него для ознакомления. Кабели, патчкорды, разъемы, тестовые наборы, профессиональные гарнитуры и так далее, все найдете там. Ссылка будет в описании. Итак, R9 380X это преемник всем хорошо известной R9 285 и построены они на одном и том же чипе Тонго. Или по-другому его еще называют Антигуа или Антигуа. Но в новом исполнении естественно они доработали сам чип и его обвязку, поэтому карта получается быстрее, но все же на старой архитектуре. 380X наделена 4 гигабайтами GDDR5 памяти с шиной 256 бит. Частота чипа в режиме бусту референса 970 МГц, а у нашей ASUS Strix 1030 МГц. Ну и давайте посмотрим, что там у карты внутри. А здесь стандартное для карт серии Strix охлаждение. В данном случае это Direct Q2. Это прямой контакт теплотрубок с чипом и отсутствие дополнительного охлаждения у чипа в памяти. Хотя память здесь от компании Elpida, а она очень неохотно разгоняется. Поэтому, наверное, дополнительное охлаждение здесь, в общем-то, и не нужно. Зато здесь установлен хотя бы небольшой радиатор на элементах силовых цепей. Основной радиатор, как мне кажется, можно было бы сделать и побольше, навесив на него еще несколько пластин. И это видно потому, что под кожухом еще много свободного места. Система питания у карты 8-фазная, 6-фаз на графический чип и 2 фазы на видеопамять и силовые цепи. Что касается разгона, то у всех AMD-карт с этим всегда проблемы. Так и в этот раз. Без танцев с бубном и разблокировки биос мне удалось разогнать чип с 1030 до 1080 МГц, а память с эффективной частоты 5700 МГц до 6400. Для карты среднего класса это очень скромный разгон и в играх это дало прибавку всего в 2-3 кадра. Ну и переходим к играм. Все тесты проходили на чистой системе Windows 10 и с последними на момент создания ролика драйверами AMD Crimson 16 2.1. И на тестовом стенде с 16 гигабайтами оперативной памяти DDR4 и процессором Core i7-6700K. И первой игрой будет Dying Light дополнение The Following. И это довольно тяжелая в графическом плане игра. Здесь настройки я установил на максимальные, а технологии Nvidia по понятным причинам отключил. И в игре с разгоном 380x выдает в среднем 60-70 кадров с редкими просадками до 50. И с такими частотами карта греется максимум до 70 градусов при автоматической регулировке вентиляторов. И обратите внимание на потребление видеопамяти. Она загружена почти на полную. И следующей игрой будет Star Wars Battlefront. Тут ситуация очень похожая. В игре получаем стабильные 60-70 кадров, а видеопамять грузится почти на полную. Кстати, мне показалось, что на AMD картах память съедается больше, чем на Nvidia при одинаковых настройках. Следующая игра Ведьмак 3. Настройки максимальные и технологии Nvidia отключены. И в центре Новиграда получается в среднем 45-50 FPS. Тут очень нагруженная сцена, много людей в кадре и даже с такой картой процессор Core i7-6700K грузится почти на половину. Ну а на открытых локациях получаем уже 50-60 кадров. Следующая игра Assassin's Creed Syndicate. Настройки высокие, технологии Nvidia отключены и сглаживания FXAA. И в игре получается в среднем 50-60 FPS. Видеопамять загружена почти на полную. Ну а на крышах, кстати, FPS подскакивает аж до 70. Battlefield 4 на ультра настройках и с двухкратным сглаживанием выдает в среднем 60-70 кадров. Ну и последняя игра GTA 5. Здесь ультра настройки и двухкратное MSA сглаживание. Дополнительные опции отключены. И в игре 380X выдает в среднем 50-55 кадров с редкими просадками до 40. Частоту чипа, кстати, пришлось понизить до 1060 МГц, потому что на 1080 в игре почему-то были артефакты. Ну а теперь, подводя итог, что я хочу сказать. В карту R9 380X заложен очень хороший потенциал. Это оптимальный, на мой взгляд, вариант для тех, кому мало GTX 960, а на 970 или R9 390 не хватает денег. Ну и плюс ко всему здесь 4 гигабайта видеопамяти, что я считаю оптимальным необходимым уровнем, если вы хотите играть во все современные игры на максимальных настройках. Охлаждение у версии Asus Strix, скажем, на среднем уровне. Как по уровню шума, так и по эффективности. Карта с небольшим разгоном не грелась выше 70 градусов. Это, в общем-то, не много, но и не мало. Это приемлемый показатель. Огорчает, что Asus в своем охлаждении уже давно ничего не меняет, и как была тут сомнительная технология прямого контакта, так она и осталась. А у некоторых конкурентов уже давно охлаждается не только чипы силовые элементы, но и память и дроссели. Так что в этом плане у Asus есть куда расти. Качество элементной базы у карты отличная, и построена она по фирменной Asus-овской технологии Super Alloy. Но зачем все это нужно, если без танцев с бубном карта не хочет нормально разгоняться, опять же, непонятно. В целом, я посмотрел средний показатель разгона у этих карт, и это 1100 МГц. У меня получилось 1080, и разница, в общем-то, ни о чем. Если поплясать с бубном, то можно прогнать карту до 1200. Но там уже и VRM зона греется далеко за 100 градусов, и на карте уже нужно принудительно выкручивать охлаждение. Теперь о работе самой карты. Тут 380 местами радует, а местами огорчает. Во-первых, без разгона карта не держит стабильную заявленную частоту. Это проблема почти всех карт AMD. Частота постоянно прыгает, и лично мне это не очень нравится. С разгоном, правда, частоты держатся стабильнее, но все равно иногда проседают. Что касается самих игр, то в той же GTA 5 карта артефачила с разгоном, хотя в других играх все было хорошо. Плюс ко всему встречаются и дополнительные баги. То в начале бенчмарка текстура реки не прогрузилась, то где-то кусок асфальта пропал. И это при том, что и карта, и игра вышли уже относительно давно, а драйверы до сих пор выдают такие вот чудеса. Карта по своим характеристикам ощутимо мощнее 960, а в том же Ведьмаке 3 ведет себя чуть ли не хуже примерно на тех же настройках. Картинка не плавная, какая-то рваная, и иногда подергивается, и опять же это напрягает, и приходится снижать настройки. Что касается мощности самого чипа, то здесь опять же двоякая ситуация. С одной стороны он находится между 960 и 970 по скорости, а с другой стороны карта недалеко ушла от старой R9 285. Но как я уже и сказал, 380x это по сути та же 285, тот же чип, только доработанный и ускоренный. А 285 в свою очередь тот же чип пятилетней давности от карты AMD 7970, опять же переработанный и допиленный. Так что новой архитектурой тут по сути и не пахнет. Такой вот получился двоякий вывод. С одной стороны карта действительно очень достойная, а с другой стороны то ли из-за драйверов, то ли из-за плохой оптимизации, до сих пор встречаются досадные глюки и косяки в играх. Кстати, не забудьте посмотреть мой большой общий обзор всех новых карт от AMD. Там я рассказываю и про фьюри икс, и про 390 карты, и делюсь своим мнением о картах AMD в целом. Видео будет в рекомендациях в правом верхнем углу экрана. Обязательно напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете об этой карте. Ну и не жалейте своих лайков, обязательно ставьте палец вверх, если видео вам понравилось. А у меня на этом все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мою группу в контакте, на мой инстаграм, на мой твич, ну и на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!